Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в офисе Светланы Тихановской. В офисе Светланы Тихановской я являюсь координатором по международной помощи. То есть я советую офису Тихановской какие-то ходы и решения в плане выделения и использования международной помощи для Беларуси. В основном это связано с дипломатической работой офиса. Значит ли это, что вы есть тот самый человек, который решает, кто в белорусском демократическом сообществе сколько денег получает? Нет, такими вопросами не занимаюсь ни я, ни офис Светланы Тихановской. Что мы можем делать и что мы делаем? Мы работаем на дипломатическом уровне с государствами, которые выделяют внешнюю помощь для Беларуси. Есть несколько основных доноров для Беларуси. В основном это Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и некоторые страны-члены ЕС. Это Швеция, Германия, Польша и другие страны, которые выделяют обычно меньше помощи. Мы ведем переговоры с ними о том, сколько именно помощи нуждается Беларусь, демократическая помощь, поддержка изменений в Беларуси, на какие направления генерально эту помощь можно потратить. Например, на вопросы, связанные с защитой прав человека или культуры, поддержки гражданского общества, независимых медиа, белорусского бизнеса. Какие из них являются более приоритетными, какие являются менее приоритетными. То есть мы это все коммуницируем с представителями этих стран. Но дальше решение о том, сколько именно помощи выделяются, на какие именно направления, решают сами страны. В том числе они решают и о каналах распределения этой помощи. То есть кто именно дальше будет реализовывать непосредственно поддержку тех или иных секторов в белорусском гражданском обществе и демократической оппозиции. То есть еще раз, мы влияем на уровни дипломатии и переговоров с правительствами этих стран, но за дальнейший ход распределения этой помощи Офис не отвечает и является в этом месте такой же организацией гражданского общества, которая фандрайзит у других фондов, которые дальше распределяют эту внешнюю помощь. Значит, правильно ли я понимаю, что Офис, по сути, имеет возможность давать рекомендации этим людям, которые принимают решения о распределении денег, и на этом все? Да, но я могу рассказать просто на конкретном примере, как это получается. Что Европейский Союз, решая вопрос о количестве помощи для Беларуси в конце 2021 года, он приходил к мнению, что вследствие того, что мы сокращаем финансирование для белорусского государства, оставляем только помощь для независимой Беларуси и гражданского общества, то эта помощь должна быть сокращена вдвое. То есть, ранее она составляла около 30 миллионов, и она была сокращена до 15 миллионов. Но Светлана Тихановская, встречаясь с Урсулой Вундерляйен, председателем Европейской комиссии, она говорила о том, что Беларуси нуждается в существенно большем количестве помощи, и эта помощь была удвоена. То есть, Европейский Союз после этой дипломатической встречи решил сохранить помощь для Беларуси в тех же объемах, которые она была ранее. То есть, Европейский Союз выделил на 2022 год для Беларуси 30 миллионов помощи. Вот так это происходит. Но дальнейшее решение о том, кто именно будет управлять этими деньгами, решает Европейская комиссия. То есть, мы можем что-то рекомендовать, что-то иногда к чему-то прислушивается, Европейская комиссия в данном случае, но большинство решений, конечно, не принимают самостоятельно. И более того, они отдают это каким-то другим фондам, например, Европейскому фонду поддержки демократии, который уже сам решает в рамках своего мандата, кому именно эта помощь может пойти на основании конкурсных заявок. Хорошо. Давайте вот тут подробнее, и раз уж мы остановились на примере про 30 миллионов, вот есть решение о том, что Беларуси должно быть выделено, демократической Беларуси должно быть выделено 30 миллионов. И вот с этой стороны есть, с другого конца есть организация, которая хочет что-то получить. Как вообще, какой путь проходят эти 30 миллионов, чтобы в конечном итоге дойти до этой организации? Европейская комиссия принимает решение о выделении помощи. Дальше Европейская комиссия решает, на какие тематические области эта помощь может быть потрачена. В данном случае, когда мы говорим об этих 30 миллионах, эта помощь идет на поддержку независимой медиа, поддержку образования для белорусских студентов, ученых и другие вопросы развития образования в Беларуси, на поддержку белорусского бизнеса в изгнании, который находится, либо пострадал в ходе репрессий, и на поддержку культуры и культурных инициатив в Беларуси. И эта помощь бюджетируется, сколько, на какую тематическую линию выделяется. Дальше Европейская комиссия решает, кто именно будет имплементировать эти ресурсы, то есть кто именно будет отвечать за то, чтобы эта помощь дошла до конечного получателя. В данном случае, например, одним из таких крупных имплементоров помощи является European Endowment for Democracy, Европейский фонд поддержки демократии. Этот фонд поддержки демократии получает часть этой помощи. Около, например, 10-11 миллионов он может получить из этой помощи. Кажется, сейчас об этих суммах идет речь для них. И дальше этот фонд в рамках своего мандата поддержки независимых медиа, гражданских инициатив политических активистов в Беларуси и так далее, вопросов прав человека, например, тоже, он объявляет конкурсную программу, куда могут подаваться вот эти категории получателей помощи. Белорусские медиа, белорусские организации гражданского общества, неформальные группы активистов, правозащитные группы и так далее. Они подают эти заявки, и Европейский фонд поддержки демократии рассматривает их на своем борде, решая, кому именно пойдет эта помощь. В том числе, как бы, офис Ультана Тихановской, как и другие организации, может тоже подавать заявку в Европейский фонд поддержки демократии, и он будет рассматривать эту заявку наравне с другими заявками, которые подают другие организации. Вы говорили про конкурсные заявки. Вот я обычная организация, например, нахожусь в Беларуси, или новая инициатива, и нахожусь не в Беларуси, неважно, где я нахожусь, но я что-то слышала про какие-то 30 миллионов, и я знаю, что вроде как мне они могут достаться. Куда мне пойти, где мне прочитать, или вообще как узнать о каких-то конкурсах, о каких-то мероприятиях, на которых я могу что-то подать и получить какие-то деньги? Ну вот этот вопрос достаточно непростой, потому что сейчас для многих фондов очень важна безопасность грантополучателей. И некоторые из них принимают решение о том, что прием заявок осуществляется не публично, и они не объявляют открытых конкурсов. Хотя есть часть программ, которые объявляют эти конкурсы публично. То есть есть, например, программа BeHive, которая объявляет конкурсы публично, и она связана с финансированием из источников Европейской комиссии. Есть программы поддержки гражданского общества, которые реализуются общественными организациями, например, шведскими, как Форум ЦИФ. Есть такие организации, как уже назван, Европейский фонд поддержки демократии, или, например, группа американских фондов, которые тоже работают с Белоруссией. Но здесь мы уже, конечно, не говорим про европейские деньги. И вот там, где это открыто, нужно искать в открытых источниках, либо смотреть на сайтах, названных мною организаций. Но в том числе можно обращаться в офис Светланы Тихановской, где мы можем выслать информацию о тех открытых возможностях, которые есть, но и в том числе рассказать о том, что делают часть организаций, которые публично не объявляют конкурсы, но все-таки работают с организациями гражданского общества Беларуси. Если мы понимаем, что это хорошая существующая инициатива, то мы можем рекомендовать конкретные адреса, куда эти заявки могут быть направлены. Как происходит контроль и отчетность за средства, выделенные из таких больших бюджетов, которые согласовывает Евросоюз на Береже Соединенных Штатов Америки? Можно ли что-нибудь себе присвоить из этих средств? Как вообще, насколько строго следят вот эти фонды, имплементаторы за тем, как тратятся эти деньги? Контроль достаточно серьезный. Если это идет речь о грантовой помощи, которую получает организация гражданского общества по своей заявке, то предполагается, что она, реализуя свою деятельность, она ведет финансовый учет, например, расходуемых средств. Они могут быть потрачены только целевым образом, она должна иметь подтверждающие документы. Для этого они должны соответствовать правилам ведения бухгалтерии и так далее. Финансовый отчет подается тому донору, который выдал эти деньги. Он проверяет на соответствие финансовых расходов и содержанию деятельности. И для крупных проектов очень часто предусмотрен внешний финансовый аудит. То есть организация, которая реализует такой проект, она обязана проводить финансовый аудит со стороны независимой аудиторской компании. То есть приходит аудитор, смотрит на всю вашу отчетность, проверяет, что все эти деньги потрачены именно на то, что они должны быть потрачены, что вся деятельность, которая предполагалась проектом, она осуществлена, что все расходы соответствуют результатам деятельности и самой деятельности. И этот отчет прилагается к отчету организации о выполнении проекта. Ну и кроме этого, может быть предусмотрена система не только аудиторская, но и внешние оценки. То есть это, опять же, внешние эксперты, так называемые оценщики, они нанимаются или донором, или организация обязана нанять такого внешнего оценщика, который уже разбирается с содержанием самой деятельности. То есть он приходит, оценивает, что было сделано в проекте, смотрит на подтверждающие документы, проводит интервью с бенефициарами проекта и так далее, и делает свое заключение о том, о том, правильно ли, в общем-то, потрачены ресурсы в этом проекте или нет, и что достигла организация в реализации этого проекта, какие были проблемы и недостатки, как их исправить. Поэтому есть несколько систем контроля у доноров, которые они используют за финансовой правильностью расходования средств и содержанием деятельности, которые ведет организация в рамках этих проектов. Могут ли здесь быть какие-то сложности или несовершенствия? Ну, конечно, могут быть. То есть мы знаем то, что организации могут по причинам каким-то не справиться с реализацией этой деятельности. И тогда аудитор это обнаружит, как бы обнаружит сам донор, и потом, ну, например, эта организация не будет иметь возможности получить ресурсы у того же донора. Возможно, какие-то внешние обстоятельства, которые препятствуют реализации проекта. Ну, вот как в Беларуси, например, события репрессий, как бы организации имели какие-то проекты, но из-за репрессии просто организация была ликвидирована, и они не смогли продолжить проект. Дальше это решается, ну, в переговорах с донором о том, насколько это обосновано было, насколько нет, и, ну, в коммуникации с ним принимается решение. Может ли быть финансовая нечистоплотность с этим? Ну, конечно, это люди, которые, там, иногда пытаются использовать это в своих интересах, но за счет того, что существует система контроля, обычно такие организации попадают в черный список, этим черным списком доноры делятся друг с другом, и второй раз, ну, обмануть очень редко у кого-то получается донор. Хорошо, тогда последний вопрос. Вот белорусы смотрят новости, читают все время про какие-то там 30 миллионов, 60 миллионов, бесконечное количество миллионов, которые Светлана Тихановская там договорилась и добилась, и задают себе вопрос, а вот мне конкретно с этих денег что? Вот какая мне, белорусу, обычному разница, что какие-то люди, какие-то организации получили какие-то деньги, и что ты там делаешь? Вот повлияет ли это конкретно на мою жизнь, эти деньги? Вот зачем они мне нужны? Тут надо, наверное, зайти с более общих вещей. Беларусь в целом в предыдущие годы, до 2020 года, когда белорусское государство еще сотрудничало с международной системой финансовой помощи, она получала в среднем около 120 миллионов в год. Вот такой грантовой помощи для Беларуси в последние годы, в 2019-2020 году, еще до всех событий, эта помощь могла достигать 300 миллионов. Эти деньги расходовались на значительное количество проектов, которые несли вполне конкретные блага для белорусского населения. Это могла быть система очистки воды в каких-то городах, это новая система освещения, это помощь в ремонте инфраструктуры школ, это многие гуманитарные проекты, связанные с оказанием специальных услуг для белорусского населения, в том числе социальных, например, развитие цонов и так далее. И во многих этих проектах участвовали организации гражданского общества тоже. Иногда в кооперации с властями, иногда нет. В текущих условиях эта деятельность продолжается организациями гражданского общества в Беларуси. Единственное, что государство сейчас преследует очень многие организации за их деятельность, но по-прежнему за счет международной помощи оказываются социальные услуги в Беларуси уязвимым группам населения. Конкретно правозащитники, например, тоже получают помощь на деятельность, связанную с помощью жертвам репрессий и многое как бы другая образовательная деятельность в Беларуси, стипендии для белорусских студентов. То есть конкретно культурные проекты, которые поддерживают. То есть это все конкретное благо, которое может получить человек в Беларуси. Ну то есть ваш ребенок может поехать учиться в Германию по стипендии, которая оплачивается немецким правительством. Или люди из уязвимых социальных групп могут получить помощь и поддержку от общественных организаций в Беларуси. Старики, например, или люди с инвалидностью и так далее. Другое дело, что государство в этой репрессивной системе не дает общественным организациям делать просто то, что они могут делать. Очень часто какая-то деятельность реализуется в таких полуподпольных формах. Они репрессируют, например, культурных деятелей в Беларуси. Но они по-прежнему ставят спектакли, делают выставки. Иногда это проходит форму квартирников, каких-то закрытых клубов, встреч и так далее. Но это поддерживает развитие белорусской культуры даже в этих партизанских условиях в Беларуси. Получает ли в этом смысле все белорусское общество или конкретные пользователи благо? Я думаю, да. Конечно, в условиях нормальной демократической страны государство не преследует свое гражданское общество, а работает в плотной кооперации и связке с организациями гражданского общества, различными неформальными инициативами, независимыми профсоюзами и так далее. В том числе совместно работая над реализацией проектов, которые финансируются международными донорами. И мы надеемся, что в будущей демократической Беларуси эти отношения вновь станут нормальными, и никто не будет преследовать белорусских граждан и общественной организации Беларуси за то, что они работают с международной иностранной помощью. Беларуси 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 Продолжение следует...